Супротек. Генеральный партнер народного автомобильного журнала. Сегодня у меня на тесте настоящий американский классический автомобиль. Линкольн Таункар. Машине ровно четверть века. Она выпускалась подразделением Линкольн Меркури компании Форд Мотор Компани. Это второе поколение, оно появилось в 1990 году. Полноразмерный, пятиместный, заднеприводный седан класса люкс. Длиною более 5,5 метров, шириною 2. Являлся флагманом компании. Наша машина очень сильно отличается от угловатой предыдущей. Внешность полностью переработали, она стала аэродинамичной. У нее новые двери, крылья, решетка радиатора. Задние стоп-сигналы переместились на углы кузова, а фары стали цельными. Бамперы и молдинги окрашены в цвет кузова, хрома очень мало. Прочность конструкции придает раму. Подвеска всех колес независимая. Передняя пружинная, задняя пневматическая. Все тормоза дисковые, что объяснимо, при 1800 килограммах веса имеется АБС. Багажник гигантский, там могут разместиться три взрослых человека. Под капотом установлен силовой агрегат V8 объемом 4,6 литра и мощностью 190 лошадиных сил, получивший собственное имя модулар. У него распределенный впрыск и по два клапана на цилиндр. Расход бензина очень приличный. А заливать можно и 95-й, и 92-й. В городе он может доходить до 20 литров. На трассе, конечно, поскромнее. Над дверной ручкой водителя снаружи кнопочный кодовый замок. Сейчас попытаюсь его открыть. В салоне кожа и дерево. Очень просторно. Сзади можно сидеть, положив ногу на ногу. На водительской двери куча кнопочек, стекла и зеркала с электроприводом. У сидений он с памятью и регулировкой поясничной поддержки. Наклоняемая рулевая колонка. Приборы стрелочные. Круиз-контроль, кондиционер, печка, музыка. Все как положено. А вот подогрева сидений почему-то тут нет. Кочерга автоматической четырехступенчатой коробки находится под рулем. Запуская двигатель, он очень тяговитый. Но солидный и комфортабельный автомобиль совершенно не располагает к гонкам. Какой же у этого линкольна мягкий ход? Машину совсем не раскачивает, она только немного приседает при резком торможении. Большие габариты кузова совсем не мешают двигаться в городском потоке. Мощный рулевой усилитель делает поездку приятной и неутомительной. Этот линкольн был одним из последних огромных американских заднеприводных автомобилей, эпоха которых, к сожалению, закончилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова